И как вообще избежать подобных незаконных отключений, вообще решить проблему с электроснабжением, если таковая у вас появилась. Мы сегодня обсудим в прямом эфире с нашим гостем Андрей Милюков, начальник департамента перспективного развития и техпросоединений МРСК Сибири. Добрый вечер. Ну вот, понятно, что уже, наверное, давно прошли те времена, когда людям уже, в общем-то, должно быть понятно, что за потребляемые ресурсы нужно платить. Если отключает, то уж действительно нужно заплатить, погасить. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, телезрители. Действительно так, вот те сюжеты, которые мы с вами видели, они говорят, еще раз нам лишний раз напоминают о том, что электричество — это не шутки, да? Как самовольное подключение, так и хищение электроэнергии приводят не только к экономическому ущербу, но и к смертельным последствиям, да? Причем те люди, которые это делают, они должны понимать, что они стоят под угрозу жизни не только свою, но и своих близких. Поэтому надо со всей ответственностью подходить к совершению подобных поступков. Андрей Анатольевич, ну вот так как... Какие долги, в общем, умудряются потребители накапливать? Ну, там есть и десятки тысяч рублей, и сотни тысяч рублей. Мы выписываем акты за незаконное потребление электроэнергии, там и миллионные суммы есть. То есть там есть особый порядок начисления, и он сложный, конечно, но суммы значительные. Давайте вот сейчас о приятном, о положительном. Вот уже довольно длительное время в Красноярске для тех желающих, которые хотят стать клиентами наших энергопоставляющих компаний, существует вот определенный очень удобный ресурс. Давайте вот об этом чуть подробнее расскажем. Ну, в январе текущего года «Морская Сибирь» запустила пилотный проект по приему заявок на технологическое присоединение через свой сайт. Это сделано для облегчения, для удобства потребителям, да. То есть те люди, которые подключают 15 киловатт, им достаточно в электронном виде направить заявку и прийти за своим договором только один раз. Его предварительно при этом этого заявителя... Я сейчас параллельно попрошу наших режиссеров вывести на экран. Как раз вот таким образом выглядит страничка сайта «Морская Сибирь». Здесь как раз у нас телефон, единый колл-центр. И здесь же я вот уже зашла в личный кабинет, да, но особой сложности это не представляет. Особой сложности никакой нет. То есть буквально мы тестировали подачу заявки, я сам лично подавал заявку. Подача заявки, если все документы готовы и отсканированы, занимает буквально 15 минут. Это несопоставимо с часом, с двумя, которые необходимо потратить потребителю, чтобы прийти лично в центр обслуживания клиентов, либо в РЭС. Поэтому я всем рекомендую пользоваться данным ресурсом. Сейчас еще раз попрошу показать наших режиссеров. Вот таким образом выглядит страничка на личном кабинете. И здесь вот что нужно дальше сделать? Какое следующее действие? Ну, здесь нужно выбрать вид заявки. Наиболее популярный это первый вид заявки. То есть это физические лица, подающие мощность 15 кВт для использования в бытовых нуждах, в целях бытового электроснабжения. Ну и здесь уже вот мои данные. Да, здесь открывается форма, которая уже наполовину практически заполнена автоматически при регистрации вами. Она позволяет внести все необходимые данные, предусмотренные действующим законодательством, а также прикрепить документы, которые необходимы. Эти заявки каким-то особым образом отслеживаются или наравне со всеми? Они отслеживаются наравне со всеми абсолютно. То есть по факту подачи она в течение нескольких минут поступает на наш сервер, где специалисты ее рассматривают. Если есть какие-то замечания, также в личном кабинете буквально в течение нескольких дней заявителю будет написано, есть замечание к заявке, либо она принята в работу. Ну и опять же возвращаемся к единому колл-центру. Он находится здесь, диспетчер у нас в Красноярске. Значит, у нас диспетчера находятся по всей Сибири, но базовый колл-центр у нас расположены Чита и Красноярск. То есть если у кого-то есть какие-то вопросы, замечания, пожелания, либо к кому-то некорректно подошли сотрудники СМРСК Сибири, просьба сразу же сигнализировать либо по телефону колл-центра, либо есть у нас еще дополнительный ресурс, это интернет-приемная генерального директора. То есть если вы не можете позвонить, вы можете оставить свое обращение, и мы в обязательном порядке все обращения рассматриваем и отвечаем. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях сегодня был начальник Департамента перспективного развития и техпредсоединения МРСК Сибири Андрей Анатольевич Милюков, который, я так понимаю, по долгу службы лично контролирует исполнение всех заявок от потребителей. И буквально через минуту вернемся в студию. Не переключайтесь.